Здравствуйте, друзья! Продолжаем обсуждать древнюю йогу и один из основных источников древней йоги – Хагавадгиту. Цыгликон. Что эта книга даёт практике йоги? Йога не предлагает ничего такого, чего, согласно её философии, не было бы уже человеком. Вот то ментальное состояние, которому стремится упражняющийся медитациями, изучением, размышлением, своей целью ставить не достижение чего-то нового, а воспоминание, пробуждение. Вот этот момент – очень важный момент для понимания, который ставит всё на свои места. И тогда будет понятно, вот это многообразие так называемых йог, пхакци-йога, карма-йога, раджа-йога, джнана-йога. И кроме этого ещё полна всяких таких ещё малозначительных ответвлений от йоги. Где-то кто-то что-то вычитал. Крия-йога и так далее. Кундалини-йога, тхияна-йога. Они берут какой-то маленький момент и рассматривают этот момент не в синтезе, а отдельно. Поэтому я бы от сегодняшней беседы будет целиком в синтезе посмотреть, что называют гита-йогой, и почему вот эти термины, они в гите, и оттуда один из основных текстов ушли в мир, как будто целые ответвления и направления, и даже есть спор, что сейчас в наше время в Кали-югу век зла, век незнания. Давайте коснусь этих веков. Согласно философии индийской и параллельно в греческой то же самое. В срезе духовности время идёт вспять. То есть раньше с духовностью было лучше, и это назывался золотой век. Потом пришёл другой век, серебряный, потом пришёл бронзовый, и, наконец, настал Железный век. Согласно легендам, вот та битва, которая случилась, и о которой говорится в гите, вот на поле Куру была такая битва легендарная. И после этой битвы как бы начался Железный век. Всё время знание как бы одной четверти уменьшается. Четверть уменьшилась, и это назывался Серебряный век. Три четверти примерно было знание, и одна четверть там добавилась, и был Серебряный век, потом другой, потом третий. Сейчас вот одна четвёртая осталась этого знания. Хагавадгита сама вот говорит такую фразу. Из тысячи один интересуется йогой. Они не подразумевают физическую сторону асаны. Вообще, здесь о медитациях. Из тысячи один интересуется йогой, а из тысячи интересующихся лишь один достигает сути, достигает суть, достигает вот этого пражна, мудрости. Получается, примерно в миллион один человек. И нынешнее время, наверное, дело так и обстоит. Ну, очень мало людей, которые интересуются этим. А ещё среди них очень-очень мало тех, кто смотрит вглубь за этими именами богов, разными позами, разными направлениями, разными спорами. Вот среди индусских мудрецов эти споры постоянно шли. Даже не то, что среди нас и нынешнее время. А вот индийская философия полна вот этих споров. И каждый такой объявившийся в мире новый гуру брал и утверждал, что он что-то новое принёс или говорит о том, о чём ещё не говорили. Ну, Вивик Ананда это начал. Но я его очень уважаю. Он оставался в неких пределах. Но он начал, он читал лексикарма-йога, джнана-йога. И после этого пошёл. Всё это из гиты. Но в гите всё это в синтезе. И я хочу показать вам, как я это вижу. Многие религии говорят, что часть нашего времени мы должны как бы пожертвовать на алтарь самосовершенствования, знания. Не только религии. Разные такие системы самосовершенствования. Каждый утверждает, что часть нашего времени мы должны тратить на самосовершенствование. Ну, примерно одна седьмая. Вот один день из семи дней, да? И ничего не делать, кроме духовного. Полностью посвятить духовности. Это и у евреев, в Торе, и некоторые христиане, только они в воскресенье ничего не делают. По-моему, это есть в каком-то направлении у мусульман. Ну, один час из семи часов. Один день из семи дней. Месяц из семи месяцев. Вот примерно, да? Наверное, если мы отложим сон и оставим то время, которое есть под росту вещей, когда мы сами тратим, сами жертвуем наше время. Или слушаем что-то, или едим, или смотрим фильм. Мы сами, когда сознательно жертвуем, ну, сколько у вас получается? Вот это разделите примерно на семь частей. И одну часть. Пусть будет, к слову, два часа, да? Вот два часа нужно тратить на духовность. Но это не означает, что два часа человек должен с закрытыми глазами заниматься медитацией. Это время нужно разделить между разными путями, разными маргами. Чнана-марга, раджа-марга, бхакти-марга. То, что называется йога, вот лучше назвать марга. То есть какое-то время в день вы занимаетесь частью практики йоги. Это входит в вторую ступень. Вы должны читать. Об этом мы уже говорили. Три этапа познания. Шравана, Манана, Дхарана. То есть вы через Упанишады, через киту или через серьезную другую книгу, которая, Йога-сутры, например, да, вы читаете, и знание помогает в практике йоги. Это цитата из разных текстов Упанишады. Если этим заниматься некоторое время, некоторое время вы молитесь. Если вы религиозный человек и до этого молились, или можете сейчас сделать. Молитва очень простая. Хагавадгита освобождает от любых условностей. Вы просто просите у Бога мудрость. Какое-то время, если у вас есть религиозный момент, вот это и есть бхакти-йога, бхакти-марга. Аджнана-марга, знание джанана, это читать, или даже закрыв, заниматься мананой, обдумыванием, вот что осталось в осадке после этих слов. Говорится, что вот эти слова, обсуждение этого, и текст Гиты или Упанишад, они меняют сознание. И поэтому ежедневно, какое-то время этим нужно заниматься. Религиозным моментом заниматься и заниматься кармамаргой. Я еще не коснулся конкретно медитации. Вот кармамарга, некоторое время в жизни, каждый ежедневно, вы должны делать добро безвозмездно как можно большему количеству существ всего миру, желать, относиться, если возможно, относиться тепло к животным, к незнакомым людям. Вот, когда вы сознательно формируете в себе такое отношение, работать работать ради целокупности мира, делать добро Богу, проявленному в людях. Если Бог где-нибудь проявляется, в первую очередь, Он проявляется в существах. А дальше уже каких-то образов, иконы и разные эти произведения искусства. сама Гита говорит, что чему бы человек не поклонялся, реальную веру и реальное благо ему дает истинный Господь. И, но разные миры, разные культуры, каждый идет своим путем, своим образом. Гита говорит, что вот этим заниматься это бхакти-йога, карма-йога, это заниматься благом, делать какое-то доброе дело. Я не знаю, вот распространение этого знания может входить в это. Если вы изучаете, размышляете, а потом что-то анализируя, вот что-то кому-то объясняете, вот этот процесс, это тоже уходит в карма-йогу. Это огромное благо, согласно этой философии, помогать духовно людям, это, вот мы же все слышали, что лучше научить человека самому рыбачить, чем дать ему рыбу, да. А Христос кому-то говорил, что я тебе дам воду, которая утоляет жажду навсегда. Саму жажду, жажду, голод, страсти, понимаете, да, там идет разговор уже где-то более на высоком уровне. С Христом не нужно было пить вина, вода превращалась в вино, не химически, а для вас. Вот слушать просветленного учителя, это приходить в некое такое состояние, ради которого люди пьют вино, часть людей, и занимаются всем. Мы ищем что-то чистое, доброе, я же говорил в самом начале. В нас это как-то старается проснуться. Это высшее дврит, семя высшего, вот то, что он вложил каждого из нас, то, что есть высшее в каждом человеке. Атман, там все время называется. Атман это самость, даже переводится это слово, вот наше истинное Я. и Раджа-Марга царственный путь, то есть самый такой, самый главный среди этих для йоги, на это путь, где вот именно медитации описаны, это классическая йога, Раджа-йога. Вот эти четыре направления, они если в день, в разное время, маленькими кусочками их практиковать, пытаться это сделать так искренне, как вам удается. Одна седьмая достаточно, чтобы изменить остальные шесть седьмых. Понимаете, вот есть некий, вот сколько времени нужно заниматься всем этим, одну седьмую примерно вашего времени. Один день и семи дней, один час и семи часов. Вот если примерно время, а если тратить больше, то вот это пробуждение внутреннее чего-то происходит быстрее. еще все зависит от вашего прошлого опыта. Мы об этом уже говорили. Адриста, какая была у вас практика в прошлом, в прошлых инкарнациях, в прошлом существовании. Йога верит в инкарнации, что не может душа быть вечной в будущем, если не была вечной в прошлом. Вот это представьте в умах, да, ноль, где мы находимся, и будущее. И некоторые религии нам говорят, что существует бесконечность в будущем нашего существования. А о прошлом они не говорят. Ну, такой Гита говорит, Гита говорит, что вот эта бесконечность есть, и там очень далеко что-то случилось, какая-то пелена, может быть, это было поиграл Бог, какая-то пелена перед его глазами, вот этот прах, да, и в прах попал частичка его я, и появились мы все. Вот такая философия эта. И это пробуждается, и это пробуждается благодаря тем шагам, тем поступкам, которые мы совершаем. Все есть карма. Карма, если перевести санскрит, это действие. Каждое наше действие это есть карма. И в нас есть действия прошлого записанные, которые сформировали нас. Мы есть сумма всего того, что мы передумали, пережили и совершили в прошлом, в прошлых инкарнациях нашей жизни. йога нам говорит, что главное акт, а не факт. И это, понимаете, если вы видели, есть такой, ну, был такой очень знаменитый в свое время. Молдер, там, ищет какой-то ФБР, Икс Файлс, или как-то называлось, там был злой персонаж, который все время курил сигареты. Оказывается, в то время этот актер не курил, но когда он приходил, снимался, он все время курит сигарету за сигаретой, и у него никак не сформировалось притяжение, то есть абсцинентного синдрома у него нет. Еще были какие-то эксперименты произведены с этим, другие, сейчас я не буду, об этом детально можете почитать суть ГИТЫ в свободном доступе, в сети можно найти в АТО суть ГИТЫ, и там другие эксперименты тоже, что я хочу сказать, что такое акт, и что такое факт, вот, если мы убиваем муравья бессознательно, идя просто по улице, это факт, но акт, когда мы заметили муравья, его убили, ГИТА говорит, что акт важнее, и жизнь можно превратить в большое жертвоприношение, жертвоприношение высшему, что такое жертвоприношение, это когда что-то, часть мы берем чего-то и жертвуем высшему, в прошлом жертв, ну, разные люди жертвуют по-разному, и все это детально в ГИТе, и там есть, чтобы сейчас не идти пастрофно, суть в этом, лучше жертва мудростью, чем физическая жертва, если, вот я вернусь к тому, что уже сказал, если вы это изучаете, а потом уже набравшись что-то, взял что-то, потом передаете другим, у ГИТи так, волшебство, если кто-то познал Атмана, и потом помог другому, вот этому спящему внутри нас Атману нужен другой, Атман пробужденный, который с ним общаясь, его пробуждает, поэтому нам нужно слушать пробужденного человека, через ГИТу, через Упанишаду с вами обращается, вот этот пробужденный и как-то пробуждает вас нечто высшее, вот об этом я сейчас вам, чтобы было интереснее, расскажу несколько таких легенд, которые очень распространены в йоге, в йогической мифологии, литературе, есть легенда, что вот царь жил и к нему зашел однажды философ, факир, йог, немец, в разных ситуациях, по-разному, но всегда персонаж такой странный мудрец, и царь сказал, попросил его что-то выучить, и через секунду царь оказывается в каком-то новом месте, его никто не узнает, и он начинает жить обычной жизнью, обычного человека, с всякими тяготами, и это продолжается годами, и в конце он умирает, и в момент смерти, сейчас не имеет значения, там что-то еще происходит, он оказывается снова царем, и этого мудреца уже нет, и царь понимает, что наша жизнь это некий мираж, который вот сейчас он видел другую жизнь, вот это есть мая, что случилось когда-то вот ноль наше время, будущее, прошлое, в какой-то в каком-то где-то вне времени пространства что-то случилось, и мы оказались во времени, в пространстве в мире, не помня, и вот об этом говорят та же ситуация, Виви Канада рассказывает, говоря про майя, Кришну Арджуна, почему-то он рассказывает так, Кришну Арджуна просит объяснить, что такое майя, Кришна отдает ему пустой сосуд, принеси воды, Арджуна потом идет, и там что-то очень интересное случается, он оказывается в обычном мире, проживает свою жизнь в конце уже заканчиваясь его инкарнацией, он друг оказывается перед Кришной, вот эту легенду очень красиво рассказывает Керман Гессе, есть у него книга «Игра в бисер», и в конце есть такое дополнение, три маленьких дополнения, ни одна из этих дополнений, очень красивая вот эта история, как он становится принцем и так далее, там не про Арджуну, просто про человека, еще есть масса, мне встречались все эти легенды, есть такая легенда, что маленького ребенка, его хотел убить злой дядя, захвативший власть, а это был царевич, его спрятали в какой-то деревне очень маленького и сказали, чтобы он забыл, он не должен помнить, кем он был, он обычный ребенок, и другим тоже сказали, чтобы с ним обращались обычно, чтобы не дошло до этого дяди, история не дошла, и проходят годы, он ничего не помнит, он обычный деревенский парень, но когда за ним вернулись, когда наконец дядя умер, вернулись и сказали, ты царь, идем с нами, он вдруг все вспомнил, и вот Шанкара там пишет об этой легенде, он говорит, что вот эта перемена произошла сразу, то есть раз, его поза изменилась, он уже пошел принцем за ними, так же случается с нами в медитации в тот момент, когда он пробуждается, вот когда эта пелена спадает с глаз, может это процесс частично это происходит, но потом человек потом под вот этой кармой этих самскар, под влиянием всего этого, пелена возвращается, но когда пелена спадает, это происходит сразу, моментально, вот раз, и вы пробуждаетесь, поэтому нужно некоторое время тратить вот на изучение, изучение этих бесед пробужденных, они наставляют своих учеников, об этом все время идет разговор, и мы об этом будем еще говорить, в гите, вот читая гиту, там есть момент, когда учитель, ученика учит различать демонических и божественных людей, вот помните в Библии, в Ветхом Завете, этот один из патриархов увидел лестницу на небеса, какую-то там, и там поднимались, и спускались существа, вот представьте себе, что индийская философия тоже вот такую картину нам рисует, и они говорят, что вот все существа идут или ввысь к Богу, или внизу к материи, вот некоторые очень сильные существа, но которые идут к материи, то есть через инкарнации они попадают все больше и больше в эту маю, вот это есть демоны, а боги, полубоги, вот те, о котором эта мифология говорит, существа, которые поднялись человеческого плана, там конечного освобождения и полной истины еще не достигли, но они уже поднялись человеческого плана, они контролируют какие-то силы над материи, над стхула шарира, физическая материя, вот если эту лестницу представить, мы тоже люди, вот наша жизнь представляется как суры и асуры, так, бхагавадгите, демонические и божественные натуры люди, и там описаны мысли, стремления, психическое состояние демонических людей, их стремление все покорить, уничтожить врагов и так далее, когда ты это читаешь, ты настолько в унисоне с главным героем, это настолько бесподобно написано, какими-то мудрецами так хорошо исполнено, что когда ты читаешь, тебе становится как-то плохо, потому что ты читаешь про себя, и вдруг учитель, ученику, но книга тебе, вот лично тебе, читателю, говорит, не бойся, тебе есть божественные свойства, и перечисляет божественных людей, ты, конечно же, видишь, что у тебя есть оба, но кто, какая сторона выигрывает, об этом там разговор, вот, Пхагавадгита говорит, что нужно уравновесить вот эти разные марги, разные составные части практики, которые я вам перечислил вот в этой беседе, карма-марга, джнана-марга, бхакци-марга, вот где-то 20 минут можно заниматься чтением полчаса, и этого достаточно, это не для извлечения информации, просто это как бы вот эта жертва, которую нужно приносить, вот мы лучше жертва мудростью, чем физическая жертва, и в конце Гита говорит, что это огромное добро, если ты поможешь кому-то проснуться, поможешь кому-то сделать, даже не проснуться, а сделать маленький шажок в нужном направлении, потому что каждый наш шаг, это из-за нашей свободы, воли, мы все время выбираем, и все время сделаем шаг назад, два вперед, потом наоборот, в другую сторону, наша жизнь, это сам ученик описывает, это как корабль, который не водят, не могут везти по этим волнам, вот Гита нас учит, как можно уравновесить, йога, это искусство, искусность, равновесие в действиях, вот такая формула, это не то, что говорит нам масс-культура, и это одна сторона, чисто физическая, и это не какие-то там в Гималаях полностью закрытые монахи, это другая сторона, Гита говорит, что есть серединный путь, вот так она называет, это золотой путь, золотой середины, йогом не может стать, кто много работает слишком, или слишком мало работает, спит много, или мало, есть много, или мало, занимается аскезой, медитацией, чем хотите, много, или вообще не занимается, нужно, понимаете, найти это равновесие, и тогда происходит пробуждение, и вам может показаться, что это жертвоприношение, вот с этого момента взять и посмотреть на все так, один часть из семи часов, часть вашего времени тратить как жертву для самосовершенствования и для пробуждения в себе высшего, самого высшего, самого чистого, самого доброго, вам может показаться, что это очень трудный путь, об этом тоже, вот как бы с вами говорит Гитар в шестой главе, мы об этом уже тоже говорили, ученик говорит, что это очень трудно, и Гитар говорит, что ничего, это труд, который идет за вами в вечность, в следующей инкарнации, это не теряется, вот, если вы что-то честно, искренне, дарите, где Гитар говорит, что не нужно этих пышных ритуалов, если вы искренне Богу что-то дарите, этот дар Бог принимает, и там же говорит, что лучше вещественных даров жертв, жертва мудростью, поэтому вот эти полчаса, которые вы, также можно читать и Библию, если вы христианин, или Коран, если вы мусульман, часть времени тратить на изучение вот этих веды чистых источников, часть времени тратить на медитации, Кита описывает так, нужна спокойная комната, очень удобное сидение, чем хотите обобретесь на что-то, или вообще лечь можно, и заниматься медитацией, и в медитации там простые йогические шаги, уравновесить дыхание, пять органов чувств, как бы вобрать в себя, как черепаха убирает в себя вот эти свои конечности, так же йогин убирает в себя вот эти пять органов, он внутри, в интроспективном мире, он поворачивает свое внимание внутрь себя, знаете, как было, было в психологии, был такой подход в самом начале, когда психология на западе формировалась, путь самонаблюдения, метод самонаблюдения, потому что психические феномены можно наблюдать только самому, мы можем наблюдать наш сон, а потом мы можем уже рассказать кому-то, чтобы он что-то там анализировал, но метод самонаблюдения не состоялся, ибо это вот это отдельная практика, на это нужно тратить время, согласно Гите, это неинтересно многим, а среди тех, кто заинтересуется, мало кто достигает финала, но, если там же написано, понимаете, там сразу дают вам вот руку помощи протягивают, говорят, что вот как только человек искренне захочет узнать эту мудрость, вот искреннее желание вот этого пути увиденного, вот как синтез этой кармы, карма марга, джнана марга, раджа марга, вот медитация, йога, все это вместе, вот лишь желавший этого уже превосходит людей, которые занимаются аскетизмом, очень много в Индии, просто тупо занимаются аскетизмом, и ждут силы, или там людей, которые все время занимаются чем-то внешним, есть такие люди, да, великие, такие добрые люди, которые даже мир узнают, но вот Кита говорит, что это не хуже, можно вот этим лишь одним скромным истинным желанием начать свое восхождение по этой лестнице ввысь, которая никогда не заканчивается, и это знание не теряется, вот это время, которое одна седьмая, если вы возьмете эту седьмую, сделаете, вот одну седьмую, вы пожертвуете, вот эта жертва угодна Богу, в виде вашего самообуздания, доброты, моральности, то, что есть для христианина вот эти и для мусульманина, по-моему, и для евреев, то, что там в Торе, да, в Старом Завете, вот эти не убей, не сотвори себе кумира, под кумиром маленькие боги, там можно понимать, вот бизнес или карьера, или какое-то там удовольствие внешнее, вот люди что-то, Христос говорил, что невозможно служить твоим хозяевам, невозможно скакать на одновременно на двух лошадях, вот в этом дело, нельзя что-то вот взять и поклоняться абсолютно, нужно часть, хотя бы часть себя тратить на поиск высшего, потому что сейчас Калиюга и сейчас вокруг нет учителей, было время, когда их было больше и наверное это называли этот золотой век, просто больше просветленных было, почему-то из-за всего того, что происходит в мире, духовность убывает, и поэтому мы должны с таким благоговейным трепетом относиться к той мудрости, которая в течение тысячелетий скопилась на востоке, Юнг например называет современную психологию лепетом малого ребенка по сравнению с егической мудростью, я абсолютно соглашаюсь тоже с психологией немножко соприкосновения имел как профессия, наша психология не знает ничего, потому что вот метод самонаблюдения в этом направлении, в направлении само углубления и медитации, потому что сразу как-то не состоялось, а там на востоке все это копилось и пришло до нас, и поэтому Гита в конце говорит, что нет блага миру, который вы совершите, лучшего, чем если вы кому-то объясните, все время вспоминаю, Христос говорил, где двое или трое соберутся и будут обсуждать вот то, чему я вас учу, там уже я с вами, да, и потом он этих своих учеников выбрал и сказал, вот передавайте, я вас делаю не охотниками, а рыбаками над человеческими душами, понимаете, сама Бхагавадгита тоже вот это поймали, не только меня, но многих людей, потому что этот момент, чтобы как-то тянуть вас, там есть великолепная Махабхарата, это вот как в то время не существовало телевидение, фильмы и так далее, шоу, да, но вот Махабхарата существовала и люди все время наслаждались этим великолепным миром эпоса, герои, перевороты, разные злодеи, чародей, и в это кто-то какие-то мудрецы притянули, вписали медитативные технологии что-то и вот часть Бхагавадгиты, потому что потом язык меняется этимологически, это тоже доказано, но какие-то другие понятия, слова, как-то ученые это могут доказывать, часть Бхагавадгиты это древняя Упанишада, бесподобно переработанная и то, что они говорят, нам все это демонстрируется, вот об этом я и говорю, если служить добру, добру в любой форме, покормить собаку, если она голодная, это тоже добро, и помочь какому-то человеку, Христос говорил любить ближнего своего, как самого себя, он не говорил взять свою рубашку и отдать ему, понимаете, он говорил логически, в нем тоже Бог, как в вас, не нужно его убивать, любая агрессия, которая вне вашего долга, это неприемлемо, и вот Гитая это такой золотой путь в том образе, в котором вы живете, это называется ваша дхарма, ваше место, те пути, которые открыты перед вами, лучше придерживаться своей дхармы, если вы молитесь, лучше молиться, если вы христианин, отче наш, это обычная медитация, да, и когда вы просите хлеб, хлеб это душа, это как манна небесная, это то, что мне требуется, и вот здесь йоги просто в первую очередь говорят о знании, о мудрости, я не знаю, вот столько мы говорили, давайте я вот просто вот этот самый момент сакцентирую ваше внимание на древнем ритуале, просто хочу, чтобы вот вы это знали, в древности все дважды рожденные в этом арийском мире должны были делать некий очистительный ритуал, гаятри называлась, три раза в день, утром, полдень и вечером, они это делали на солнце, но солнце представляли как нечто, что светит, что вот уничтожает мглу, это просто ипостась Бога, это обозначение Бога, а не сам Бог, вот так они делают этот ритуал, ритуал гаятри называется, они просто медитируют, говорят мантру, аум, медитируют, потом еще говорят эту мантру, суть в том, что можно обратиться к Богу с просьбой очистить, там даруя нам ясное видение, вот если это гаятри перевести, я думаю, что какой бы религии мы не принадлежали, вот если в день мы какое-то время просим высшей мудрости высшего существа, это пхакти марга, то есть составляющая эмоционально мы входим в контакт с этим вещем, если мы логически на ментальном уровне изучаем то, что я сейчас делаю и вы делаете вместе слушая, это называется знание джина джина на марга логическая составляющая такая чистая логика, здесь нет эмоций, здесь логика. Третье это валевая, нужно сесть и медитировать, гита очень просто это описывает, вобрать органы внутрь, потом перенести внимание, внимание это то, что переходит от органов одного органа к другому к дыханию это манас называется генерализирующая способность нашего ума фокусироваться это как бы одна часть тренируясь контролировать его мы поднимаемся еще на высший уровень это называется ахамкара ахамкара это ложное я это все, что я думаю о себе всякие иллюзии все, что записано и то, чем я считаю ложная эго-концепция называют ахамкара и высшее то есть высшее все это внутри будхи будхи это высшая способность думать интеллект психика говорят что будхи похожи на кристалл вот когда мы о чем-то на чем-то концентрируемся и начинается медитация как бы будхи окрашивается вот этим как кристалл окрашивается тем цветом на который положим на красный мы положили и красный на белое белый зеленый зеленый также человеческая психика вот например у панишады очень красиво говорят как золотых цел мастер берет и переплавляет какие-то золотые изделия и делает новое лучшее так мы из жизни в жизнь переплавляем это нашу ахамкару вот эту концерт это то чем мы считаем себя и все время идем ввысь это один путь вот тот путь который я и назвал путем богов здесь тоже так называют другой путь это когда люди из жизни в жизнь опускаются в материю то есть следующая более грубая инкарнация будет вот такой мир нам рисует Гита и Гита говорит что нужно медитировать нужно религиозный момент правильно понимать нужно философский вот этот логический момент правильно понимать и главное четвертое ваша дхарма я не знаю кто вы такой вот теме нужно помогать тому что вы считаете правильным и божественным в этом мире вот я считаю что есть некая божественная огонь некое божественное знание которое прослеживается донесено до нас этими бесчисленными людьми которые посвятили этому всего себя или частично себя и передавали от ученика от учителя к ученику и это дошло до нас и я считаю что вот если вы например как-то включитесь в это сам я очень много времени пишу книги в свободном доступе и кому-то эти книги помогают и из-за этого понимаете был такой очень знаменитый может быть он еще жив я не знаю Кави Стивен Кави великий коуч который учил людей быть лучше тайм-менеджменту и так далее у него очень знаменитые книги может быть семь каких-то признаков эффективных людей вот такой человек я все его книги слушал читал в многих книгах он говорит он вторым пунктом по-моему он своих учеников обязывает делиться знанием он говорит что это нужно для постижения знания то есть вот мы что-то прослушали потом передумали и дали другому да передали дальше он говорит что от этого вы получаете вознаграждение то есть вы по-другому с другого ракурса видите это знание лучше понимаете то что объясняете поэтому я же говорил пять рыб и два хлеба у них было и они начали раздавать и они всех накормили и то что осталось было в мешках это о духовном знании то что есть бхагавадгита о чем мы вот так много раз уже я не знаю несколько бесед мы говорим о бхагавадгите да упоминаем другие книги я думаю что хватит дальше мы будем говорить о других но саму гиту я хочу чтобы вот вы так увидели это знание которое дошло до нас и в конце говорится что то что они сделали сами это им же добавило огромное количество благой кармы что такое благая карма для этих людей это знание то есть само знание стало ярче они просят бога мы просим бога знания те кто интересуемся йогой и первую очередь то что мы ожидаем продолжая вот это жертвоприношение это жертвоприношение этому священному огню да вот взяли что-то и передали другим людям за это само это знание нас награждает оно ярче видится вот об этом говорится в гите ну благая карма там так написано вот чтобы закончить эту беседу я хочу так маленькую эмоциональную ноту в виде легенды есть еще такая легенда маленький львенок вот как тот принц которого там спрятали я же уже рассказал то же самое другая легенда маленького львенка взяли и воспитали овцы он не знает кто он такой он как овца есть тоже и боится тоже так и раз перед ним он уже взрослый перед ним оказался другой лев и он ему говорит что ты делаешь почему ты боишься ты же лев такой же как и я а этот отвечает нет я не знает кто он такой и силой тот повел его к озеру и они посмотрели и этот второй лев убедился кто он такой и раздался рык нового царя зверей вот вся йога это успокоить вот это озеро оно просто вот так получилось это озеро все время в волнах вот мы должны как-то найти эту золотую середину как-то уравновесить нашу личность нашу психику и тратить какое-то время ежедневно чтобы успокоить это озеро вот об этом говорит Бхагавадгита это вот тот второй лев говорит там же написано что две птицы сидят на одном дереве одна поедает золотую ягоду другая только смотрит это по-моему у Гити тоже но точно вот эта фраза вот эти две птицы еще где-то встречается это как бы мы два и одно вот сейчас я одна личность но в медитации когда-нибудь я увижу высшее свое я и я проснусь и я как бы стану им тоже вот эта двойственность в одном вот это вы увидите у вас начнет пробуждаться ваш высший атман об этом говорит Гита главное создайте ему условия не убивайте не будьте злодеем не будьте ну вот живите так чтобы можно быть было быть в гармонии но вот если ваша тхарма ваш долг это подразумевает вы можете делать и агрессивные поступки защищать своих и так далее сейчас я не буду в это вдаваться как-то вот карма марга да вот эту часть своей жизни можно вот уравновесить так говорит бхагавадгита религиозный момент да не обращается на мелочи сам момент как бы ко мне не обращался говорит бог я ему отвечаю высший бог и медитационный момент йог выше других проявлений если человек только только религиозный или только идет путем кармы или только философ вот гита говорит что лучше все это уравновесить йога уравновешивать и заниматься медитацией медитация почему важна вот это озеро должно успокоиться и вы непосредственно познаете вот этого высшего своего атмана гита нам говорит что даже начиная ваш путь вас во первых пробуждается вот это все прошлое что вы там может быть не сразу но вот начал медитации вы вдруг достигнете некой ступени а как только начинает пробуждаться это высшее это проявляется в виде наслаждения понимаете ананды это высшее вот так говорится в гите это высшее наслаждение которое может пережить человек никакие телесные наслаждение то есть телесные органы чувств к этому не придут ну невозможно сравнить с этим наслаждением это говорится и в панишадах в других местах сто вот там говорится что йог достигает стократного наслаждения обычного человека ну чтобы мы поняли что идет о чем-то другом и это познаваемо понимаете вот эти полчаса по утрам медитации да превращаются в нечто переворачивается парадигма и это главное то что для остальных реальности что-то такое неважное для йога потому что вот то что для других как сон или медитация для него очень важно потому что в этом состоянии у него есть чистое понимание всего как бы знание и ананда наслаждение вот это сад читананда этим я и закончу сад читананда это три атрибута которые можно сказать о той душе сад это бытие об этом мы говорили просто вот всякие связи со скорбью уничтожает это йога в одном месте в гитте мы читаем а в другом месте читаем что вот этот огромный страх смерти и уничтожения уничтожает гита то есть борется с этим страхом почему потому что то что пробуждается мы вот познаем вот этот сад сад бытие то есть все остальное стул или микрофон когда-то в прошлом их не было и в будущем их не будет они просто приняли это это одно состояние бытия это осад это другое а вдруг мы обнаруживаем что-то что все время есть и не меняется вот этот сад это первый признак просветленности чит это сознательность это не то то же самое что камень камень тоже очень много времени там гранит или что-то алмаз существует но это другое мы сознательность не теряем вот гита буддисты по-моему очень много направлений буддизма нам говорят что после сознания никакого после нирваны никакого сознания не остается и йога с этим абсолютно не согласна гита не согласна я вообще не понимаю буддистские эти направления они говорят гита говорит что есть кто-то внутри который все время есть существует сата сознательный чит и ананда то есть он полностью абсолютно блаженен довольным своим вот этим сознательным бытием вот эти сатчитананда единственное что мы можем сказать об этом состоянии которое начинает просвечиваться в медитациях и человек идет по жизни все время это имея то есть этот главный момент который все нарастает и нарастает и в момент смерти кита говорит наступает благоприятные условия потому что нет уже физического цела стхула шарири и если у йогина вот нет такого ужасного страха смерти с этим он борется вот эти медитации это пробуждение он может подняться над вот этим физическим планом и сам выбрать условия из многих миров которые ему нужны то есть он воплотится в мире своей мечты вот как фантастику мечтали да вот нечто такое гита упанишады говорит в финале или он может выбрать этот мир и здесь воплотиться чтобы продолжить свой прогресс если он не устал или он вообще может не воплощаться физически он продолжает жизнь как погруженную природу по-моему так называется на санскрите есть определенный такой пласт существ которые освобождаются и просто существуют вне физического тела все это не имеет значения пока мы сами все это не испытаем и когда придет момент когда мы это и узнаем но я считаю что самой жизнью вот физической обычной нашей жизнью справляться с нашими страхами с разочарованиями с психическим таким здоровьем совсем очень хорошо вот гармонирует вот то что есть это этот синтез разных марк потому что Гита говорит что это не происходит после смерти это происходит еще при жизни и Гита нам рисует такой человек а это человек который достигает нирваны и одно наслаждение и у него это наслаждение внутреннее он внутренне просветлен он он внутренне все время кто счастлив внутри вот так написано в Гите в атмане в своем я он там остается и у него какой-то такой кокон внутри и пары противоположностей на него уже не влияют холод и жара почет или позор и так далее страх смерти все это он преодолел он внутренне имеет стержень который каждый день он медитирует там что-то пробуждается он как бы смотрит в это озеро и это озеро все время успокаивается и успокаивается и там появляется лик его его истинный лик вот это есть йога это уже в йога сутрах с этого начинается йога сутры и мы продолжим в следующий раз всего доброго мы продолжаем слава и подошли кокон